Сегодня в гостях у Комсомольской правды первый заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Сергеевна Рад. Наталья Сергеевна, давайте мы начнем с того, что Вы нам расскажете о том, как Пенсионный фонд Донецкой области работал в первом полугодии текущего года. И самый главный вопрос, который волнует всех пенсионеров, будет ли все-таки повышение пенсии? Очень приятно поделиться результатами нашей работы, потому что действительно за истекший период текущего года нам не стыдно о ней говорить и действительно очень много сделано. Во-первых, хочу подчеркнуть, что органы Пенсионного фонда, в том числе и в Донецкой области, работают над реализацией социальной политики правительства, над теми задачами, которые ставит президент. И они в первую очередь заключаются в том, чтобы в Донецкой области были своевременно назначены, перерассчитаны, выплачены те пенсионные выплаты, на которые человек по закону имеет право. Если подвести итоги работы за 6 месяцев, то в Донецкой области было назначено около 29 тысяч новых пенсионных выплат, было проведено 78 тысяч индивидуальных перерасчетов, которые связаны с работой человека по предоставленным документам. А кроме этого, у нас проводились перерасчеты в соответствии с теми нормативными документами, которые на сегодня действуют. То есть, был проведен по состоянию на 1 января массовый перерасчет в связи с ростом прожиточного минимума. И этот перерасчет охватил почти 1 миллион 200 тысяч человек. А кроме этого, проводился массовый перерасчет, связанный с ростом средней заработной платы по Украине. Он охватил почти 40 тысяч человек. И проводились также перерасчеты пенсии по восстановлению Кабинета Министров, а также по другим нормам действующего законодательства. Добрый день. Здравствуйте. Атана Сиреевна. Да, да, я слушаю. Вас слышно. Свет немного такой похож. Сейчас немножко лучше. Вас хорошо слышно. У меня такой вопрос. У меня подземный старший 14 лет. Я не попал под тимошетовский закон о церковности шахтерского труда. Некоторые попали под этот закон, получаясь в родичную пенсию, а у меня 14 лет, 1277 всего, на всего. Как Вас зовут? Как Вам обращаться? Сергей Николаевич, фамилия Поппельнюк. Сергей Николаевич, ну, конечно, к сожалению... Ну, обидно, да. Обидно, но здесь... Скажите, какой у Вас возраст сейчас? Мне 58 лет. Я с 55 до года рождения. 58 лет. А у Вас не было возможности доработать этот стаж? Нет, не было, не было. Для того, чтобы воспользоваться правом? На подземном участке, на проспекте мира. Я работал... Ну, потом началась эта толпанная перетойка, пришел в этот заработок, все развалил, поразгонял, все. Ну, смотрите, мы можем поступить таким образом. Конечно, Ваша пенсия назначена в связи с Вашим стажем и тем заработком, которые Вы предоставили для назначения пенсии, то есть на общих основаниях. Но давайте мы посмотрим еще раз материалы Вашего пенсионного дела. Возможно, мы найдем какой-то способ и... Какую-то зацепку, да? Какую-то зацепку для того, чтобы... Ну, посмотрим какой-то заработок, если мы к нему не обращались. Ну, во всяком случае, еще раз... Таким людям, таким, как я, подземным рабочим, который имеет по 14 лет, ну, мне хватило там 8 месяцев, там, примерно год, чтобы попасть под престижность с актерского труда. Ну, обидно, обидно, да. Ну, в данном случае закон, он есть закон, мы его исполняем, Вы понимаете. А повышение никакого не будет таким, как я. Ну, таким, как Вы, у нас, знаете, болит каждый пальчик. Сейчас будут звонить представители других профессий, есть и металлурги, есть и строители, есть и другие представители, которые... Есть, но в данном случае у Вас как раз горячий стаж, скорее всего, пошел или по списку один, он учтен в размере даже пенсии. Но... Скажите, пожалуйста, Вы из какого города, района звоните? Ну, может, из всего на делу, могу сказать, в Калининском районе, нет? В Горловке или Донецка? Донецка, да. Донецка. В таком случае, давайте так, Вы придете к начальнику управления в течение завтрашнего дня. Мы предупреждаем начальника о том, что Вы приходите, мы сейчас фиксируем Вас. Когда Вам удобно? А когда Вам удобно? Я сработаю целый день до... Я работаю в Киевском районе, на Университетской работаем. В Киевском районе, на Университетской, приходите в Главное управление, 101-я комната, мы Вас примем и посмотрим по материалам дела, что можно сделать еще. Вы запишите это со мной, мы забили меня в отец. Давайте. Записываем. Давайте. Продиктуйте еще раз. Помильник? Да. По-пель-нюк. 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 По-пель-нюк, да. Хорошо. Сергей Калдыбайевич. Сергей Калдыбайевич. Калдыбайевич, да. Хорошо. Управление Калининского района Донецка. Да, да, да. Хорошо, тогда мы найдем, как с Вами связаться и о результатах Вас, ну, с Вами обсудим перспективы. Вы слышите мой рабочий телефон? Ну, у нас в пенсионном деле есть Ваш телефон, мы Вас найдем. Нас же просто слушают другие слушатели и... А я забираю. Да, да. И это Ваша индивидуальная информация, мы с Вами свяжемся. Ой, как обидно, что не попал под этот закон. Хорошо. Хорошо, спасибо за звоночек. Пожалуйста. Наталья Сергеевна, Вы говорили о массовом... Вы говорили о том, что с 1 января был предъявлен массовый перерасчет пенсии. Да. И таким образом у нас размер пенсии в результате этих перерасчетов увеличился почти на 16 гривен, если смотреть. Еще один звонок. Давайте. Алло. Наталья Сергеевна. Да, 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 я слушаю. Вас хорошо слышно. Борис Александрович, город Донецк, скажите, пожалуйста, если человек в учене на пенсию в 96-м году с должности заместителя директора школы по учебной части, стаж примерно 30 лет, согласно изменениям в законодательстве, о том, что часто пишут в СМИ, которое приняло Верховная Рада, увеличение пенсии на будущего произойдет или нет? Ну, пока что по действующим нормам законодательства я расскажу для всех, какие будут увеличения пенсии, но отдельно для этой категории пока не предусмотрено. Ну, а вообще будет увеличение пенсии? Конечно же. Ну, во-первых, существует. Вы работаете или нет? Нет. Не работаете. Ну, тогда я сейчас буквально через несколько минут расскажу, какие действующие нормы, которые увеличивают пенсии. Ну, и в том числе вы услышите вопрос, касающийся, найдете себя там в этих категориях, которые увеличивают пенсии. Если вас интересуют конкретно по материалам вашего пенсионного дела, мы можем к нему вернуться и посмотреть, весь ли стаж у вас учтен. То есть, давно ли вы делали инвентаризацию, делали сверочку по вашим документам, которые учтены в пенсионном деле. Это может быть неучтенный стаж, это может быть заработная оплата, которую можно еще вернуться к ней, просчитать. Тоже иногда это влияет на размер пенсии, срабатывает. Я думаю, Наталья Евгеньевна, а к кому обращаться? Ну, в данном случае вы из какого города или района звоните? Донецк. Город Донецк, район какой? Ворошиловский. Ворошиловский. Вы можете обратиться, буквально каждый день у нас работает в Ворошиловском управлении комната приема граждан. Также вы можете обратиться в главное управление пенсионного фонда университетская, 91, первый этаж, 101-я комната. Специалисты у нас принимают все время. 101-я комната. Да. Значит, я понял, а вообще по новому законодательству, о котором пишется, будет увеличение ключей, так я понял, для всех? Ну, по новому законодательству, опять... Конечно, я уточняю, законодательство ставя, нам нечены изменения, так я понял. Ну, опять у нас существует индивидуальный подход к каждому пенсионному делу. И нужно смотреть, и когда вы придете на прием, мы уже с учетом особенностей вашего пенсионного дела и имеющихся в наличии документов, сделаем те выводы, которые вас интересуют. Ну, нельзя сказать, что точно, что увеличение пенсии в каком-то режиме будет? Ну, пока точно нельзя, потому что конкретное увеличение, оно рассчитывается только по материалам вашего пенсионного дела. Конкретное? Да. Ну, такое изменение в законе, я правильно понял, есть, да? Ну, давайте вернемся еще, какое изменение конкретно? Вот там говорили, что увеличение средней заработной платы, вот там, допил, дочнил, который сказал, дежурец и комсомольское право, вот так. Дело в том, что та заработная плата, которая применяется для назначения пенсии, для перерасчета пенсии, она пересматривается каждый год, но используется для новых пенсионеров. А у вас, да, а у вас, может речь идти только о так называемом осовременивании, и поэтому, когда будут приняты соответствующие документы, тогда, конечно же, мы все это разъясним, вам это будет понятно, в какой категории граждан это применимо. Подождите, я не понял, но, чечка, это только вопрос о осовремении пенсии? Да, если речь идет о старых пенсиях, то это только вопрос о осовременивании. Наталья Сергеевна, спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Вот, и возвращаясь к теме, продолжая ее, хочу сказать, что с начала года у нас размер пенсии увеличился с 1724 гривен, на сегодняшний день он составляет 1740 гривен. Конечно же, это увеличение, оно повлияло и на повышение нашей потребности на выплату пенсии, и, конечно же, любой слушатель, зритель наш задаст вопрос, который беспокоит и на наших выездах, и на встречах в трудовых коллективах, и в общественных организациях. А каким образом идет обеспечение выплаты пенсии, вот как на сегодняшний день органы пенсионного фонда работают, поступают ли денежные средства, потому что иногда показывают по телевизору и вот то, что и сегодня мир охватил кризис. Какие-то кризисные явления мы видим и у нас на Украине, они очень часто комментируются и строятся различные пессимистические прогнозы. Действительно, у нас тоже в Донецкой области, по нашим даже отчетным данным, мы видим и сокращение численности работающих. У нас с начала года на 33 тысячи человек сократилось количество наемных работников. Но, тем не менее, за первое полугодие, если его подытоживать, за 7 месяцев органы пенсионного фонда в Донецкой области выполнили те доведенные, закрепленные показатели бюджета, которые мы обязаны были выполнить, которые возложены были на нас. Мы их выполнили и за 7 месяцев, и отдельно за последний июль месяц, если подводить итоги. Это нам дает возможность именно по нашей области говорить о будущем, если не с оптимизмом, а с тем, что наша пенсионная система, она в целом зависит от экономики. Но и наша задача, которую мы видим, это своевременно принять отчет, обеспечить, чтобы работодатель понял, что нужно платить и уплатил, мы ее выполняем, как органы пенсионного фонда. Поэтому в этой связи, конечно, мы работаем очень напряженно и задачу свою на сегодняшний день выполняем. Хотя нельзя сказать, что все работодатели работают добросовестно. Сегодня мы, к большому сожалению, несмотря на нашу очень большую разъяснительную работу, констатируем факт, что не все платят. Несмотря на то, что уплаченный наш страховой взнос, он влияет на страховой стаж работающих. И у нас, может быть, даже будут звонки, потому что неуплаченный страховой взнос, он не дает право человеку зачислить этот период в страховой стаж. Сегодня при увеличении нормативного страхового стажа у женщин с 20 до 30 лет, а у мужчин с 25 лет до 35 лет, такая ситуация встречается часто. И по причине того, что либо лицо, работая на рынке, не декларировало, не доплачивало до минимального страхового взноса, теперь у них не хватает 2 года, 3 года, очень много вопросов к нам поступает. Либо работодатели в силу объективных ли причин или каких-то субъективных, а бывают и такие, с которыми мы вплотную работаем, не хотят платить, выполнять свой долг, используя наемный труд, они лишают человека реализации его конституционных прав. И поэтому мы тесно работаем с исполнительной службой, тесно работаем и с обитражными управляющими, для того, чтобы в состоянии банкротства, в состоянии финансовой неплатежеспособности предприятие все-таки отдавало приоритет и обеспечивало человеку права на будущее пенсии. И для этого мы ведем очень большую разъяснительную работу, как по нормам действующего законодательства, потому что одной из своих основных задач мы как раз и видим разъяснение действующего законодательства. У нас вся информация, которая касается всех абсолютно нормативных положений действующего законодательства, как по обеспечению выполнения своих обязательств работодателей, так и застрахованных лиц, наемных работников и будущих пенсионеров, они все могут увидеть на нашем сайте. Там выложено абсолютно и в адаптированном виде, и первоисточники нормативных документов, всех абсолютно без исключений. И кроме этого, мы используем такие формы работы, как выезды в трудовые коллективы на большие предприятия, их около тысячи осуществлено, это круглые столы, это публикация на актуальные вопросы. Мы очень часто, получая обращения граждан по тем приемам, на которые мы приглашаем тех дозвонившихся в эту студию, мы обобщаем вопросы и не дожидаем, чтобы каждый из людей, которых коснулся этот вопрос, чтобы он непосредственно к нам пришел, но он может ту или иную публикацию, ознакомиться с ней в газете и для себя подчеркнуть ту или иную информацию, которую мы считаем наиболее какие-то распространенные вопросы. Вот это, что касается основных итогов работы. И сейчас я пообещала нашим дозвонившимся о том, что расскажу перспективы, которые мы ожидаем до конца этого года. У нас 1 декабря изменится размер прожиточного минимума, с действующего на сегодняшний день 949 гривен. Он увеличится до 894 гривны. Это будет не такое небольшое увеличение, как предыдущее, было у нас всего 10 гривен, а это 55 гривен. И в данном случае это увеличение коснется практически каждого пенсионера. То ли основное тело, основной размер страховой пенсии оно затронет. В основном это бывает тогда, когда пенсия ниже прожиточного минимума. Тогда она сразу повышается. Но в любом случае она затронет размер пенсии, потому что от него, от прожиточного минимума, зависит и надбавка за сверхнормативный стаж работы. Кроме этого, хочу коснуться таких важных вопросов, о которых сегодня очень много говорят. У нас есть две категории пенсионеров – работающие и неработающие. И, как правило, приходят пенсионеры и задают вопрос. Я работаю, так теперь что? Мне не положено повышение пенсии? Скажу отдельно. Работающим пенсионерам сохранен, согласно статье 42 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании, если мы ведем речь о большинстве наших слушателей или зрителей, сохранены и действуют такие нормы закона, которые предусматривают повышение выплаты в связи с ростом средней заработной платы по Украине. Этот перерасчет массовый. Он делается по состоянию на 1 марта и затрагивает без написания отдельного заявления практически все пенсионные счета. Делается он по отдельному расчету и пенсионер уже видит, попало его пенсионное дело под увеличение или не попало уже по своим выплатам. Но в перерасчете участвуют, то есть в своеобразной проверке или инвентаризации этого дела абсолютно все пенсионные дела. И кроме этого, работающий пенсионер у нас имеет право на пенсию по истечении 2 лет или 24 месяцев, либо с прибавлением стажа, либо с использованием стажа и заработной платы. Но здесь следует учесть нашим зрителям или слушателям тот момент, что вот самый, наверное, болевой вопрос, который их интересует, а какая же заработная плата используется? Ну, не их заработная плата, это само собой разумеется, а заработная плата по Украине. Так вот, когда мы проводим данный перерасчет, то используется заработная плата, та, по которой либо была назначена пенсия, либо проведен последний перерасчет. Пока что нормы закона говорят о таком положении. И теперь я еще раз напомню нашим слушателям и зрителям, каким образом будут повышаться, они повышаются и продолжатся будут повышаться пенсии не работающим пенсионерам. То есть в данном случае, первонаперво хочу сказать, что их пенсии индексируются в соответствии с законодательством об индексации доходов. Это существует особый расчет, каждое пенсионное дело по этому расчету пересматривается и индексируется. Кроме этого, я сейчас упомянула о росте прожиточного минимума, и в данном случае все неработающие пенсионеры у нас подпадают под этот перерасчет, который будет проводиться по состоянию на 1 декабря в связи с ростом прожиточного минимума с 894, извиняюсь, до 949 гривен. И последнее, это наши неработающие пенсионеры, так же, как и работающие, так же подпадают под перерасчет по состоянию на 1 марта в связи с ростом средней заработной платы по Украине. Тоже эти перерасчеты у нас делаются, и так же без присутствия пенсионера по пенсионной выплате видно, попало данное пенсионное дело и в какой сумме сделан перерасчет. Это если подытожить нормы, именно действующие на сегодняшний день законодательных и нормативных документов. Но я хочу, может быть, ответить, потому что каждый пенсионер хочет услышать вот что-то еще. Я хочу, может быть, немножко взяв на себя такую ответственность, что все-таки и органы пенсионного фонда работают над наполняемостью доходной части бюджета. Об этом неоднократно подчеркивала наш министр труда и социальной политики, о том, что в целом пенсионный фонд выполнил и немножко даже перевыполнил те назначения, которые мы должны были собрать. А все буквально решения правительства сегодня принимаются с учетом финансовых возможностей пенсионного фонда. И поэтому, как показывает практика, каждый год у нас принимаются соответствующие постановления правительства, которые идут на увеличение пенсионной выплаты. То одной категории, то другой. И все-таки мы надеемся, что тот задел, который мы делаем, даст основание, что какие-то категории будут финансовые возможности для их пересмотра. Потому что на основании постановлений кабинета министров, как показывает практика, делаются перерасчеты каждый год. И в том числе у нас и телефонные звонки подтверждают это, потому что обсуждается то одно предложение, то другое. Мы очень надеемся, что какие-то предложения все-таки будут закреплены в законодательную норму, и мы их с удовольствием будем реализовать. Наталья Сергеевна, сколько у нас в Донецкой области получают пенсию люди? На сегодняшний день у нас получателями пенсии являются 1,360,000 человек. Скажите, пожалуйста, а какой процент отчисления от заработной платы идет от работающих в пенсионный фонд? Ну, если смотреть на тариф, так называемый отчисление пенсионный фонд, так, чтобы было понятно, он у нас уже на протяжении длительного периода лет не менялся. И для работодателя, так, если в общем, чтобы было понятно, он составляет 33,2% от заработной платы. Но в то же самое время у нас каждый из работающих платит из заработной платы, 2% это если на общий, если человек не работает в особых условиях по так называемым специальным законам, там ставка выше. А в общем платят 2%. Ставка наша не пересматривается. То есть, если иногда наши работодатели говорят, что нужно понизить ставку, она должна быть гораздо меньше, то я хочу немножко подчеркнуть на такой законодательный нюанс. У нас законом об общееобязательном государственном страховании предусмотрено, что ставка эта не закреплена. Предусмотрено, что ставка должна быть такая, которая должна рассчитываться согласно актуарных расчетов, и она должна балансировать доходы и расходы пенсионного фонда. На сегодняшний день, если сопоставить доходы, собственные доходы и расходы, которые несут органы пенсионного фонда, то ставка для финансового сбалансирования бюджета пенсионного фонда должна быть гораздо больше 40%. И поэтому сегодня вот ту часть средств, которые не имеют источника из-за моратория на ставку, отчислений, она восполняется государственным бюджетом, который в законе о государственном бюджете на каждый бюджетный год предусматривается и восполнение кассовых разрывов, и финансирование определенной утвержденной законом суммы дефицита бюджета пенсионного фонда. Но хочу сказать, что наша задача все-таки заключается в том, чтобы дефицит сократить, и мы видим, что такие у нас предпосылки есть. Несмотря на то, что многие говорят о кризисе так называемом, но тем не менее, сегодня, если вы знаете, и об этом неоднократно говорят и выступают, и приводят цифры, приводят факты органы Министерства доходов и сборов, это бывшие налоговые органы, или именно им делегировано основное право для того, чтобы влиять на эти процессы, но мы тоже не стоим о стороне, мы участвуем в этих процессах и хотим подтвердить, что у нас есть для так называемой легализации трудовых отношений очень четкие и подтвержденные предпосылки. Мы сегодня можем сказать, что органы пенсионного фонда занимаются активно легализацией трудовых ресурсов, и более четырех тысяч таких фактов нами установлено, там, где трудовые отношения ясно и очевидно имеют совершенно другой характер. Мы знаем, что трудовые отношения, их тенизация, она может быть в виде неполного декларирования именно труда человека, когда он устраивается на полставки или даже меньшую, меньшее количество рабочего времени, либо исходя из заработной платы. И поэтому есть определенные индикаторы в обществе, определяющие критерии того минимума, на который соглашаются и работают люди. И поэтому если сегодня, может быть, я даже обращусь немножко к тем, кто нас слушает, и пользуюсь всегда таким случаем, когда мы выступаем в трудовых коллективах, потому что у всех, у всей присутствующей аудитории есть дети, которые тоже принимают решение работать, получая заработную плату в конверте или работать, декларируя заработную плату. И точно так же и из числа присутствующих и слушающих не всегда все декларируют то, что они получают на самом деле. И если, например, мы делали соответствующие просчеты, если те трудовые отношения и те заработные оплаты, их хотя бы немножечко до определенного минимума поднять и задекларировать, у нас уже будет гораздо более высокое финансовое обеспечение, и мы не будем вести речь о каких-то может быть повышении дотаций или может быть даже будем просто говорить спокойно о том, что мы смотрим будущее более уверенно, когда заработает экономика и это тоже должно быть. И мы получим финансовые результаты, которые дадут все-таки сбалансированность бюджета пенсионного фонда и мы наконец введем ее накопительную часть, которая тоже предусмотрена и пенсионной системой нашей и она должна включить молодежь сюда, потому что здесь предусмотрен такой резерв и такой инструмент повышения пенсионной выплаты, которая сейчас интересует молодых людей, как получение инвестиционной прибыли, дохода, капитализация вот этих пенсионных активов, которые будут уже храниться на отдельном счете, которые будут принадлежать человеку непосредственно, который он сможет передавать по наследству и не будет говорить, что вот я получал такую зарплату, у меня пенсия гораздо меньше, чем я ожидал, а те деньги, которые за меня уплачивались или с моей заработной платы дохода высчитывались, то они пошли куда-то, ну как называют солидарную систему, в общий котел и пошли кому-то, но не мне, так как я претендовал и мог претендовать на эти выплаты. поэтому здесь можно говорить о перспективах развития пенсионной системы, в том числе в нашем регионе, о том, что это будет и какое-то подспорье, в том числе и в формировании планов, планов нашей молодежи, которая хочет и видеть хорошие зарплаты, и даже сейчас у нас многие люди задают вопросы и хотят видеть хорошие пенсии. Наталья Сергеевна, вы сказали, что не все предприятия сейчас уплачивают нормально свои отчисления в пенсионный фонд. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то рычаги воздействия на такие предприятия? Какие санкции к ним могут применяться за нарушение законодательства? Ну, конечно, санкции на сегодняшний день в органах пенсионного фонда в большей степени финансовые, мы применяем финансовые так называемые санкции в виде штрафов и это довольно-таки весовые суммы к предприятию как к таковому, хотя это не наша сама цель. Административные штрафы к работодателю и кроме того, у нас есть такой рычаг, как уголовно-наказуемое деяние, если неуплата платежей в бюджет пенсионного фонда делается явно умышленно, то в таком случае лица, мы передаем материалы правоохранительные органы, их уже за первое полугодие передано 50, и уже даже есть у нас возбужденные уголовные дела, но это опять не самоцель. Дело в том, что органы пенсионного фонда, они не карательные органы, это органы все-таки социальные, они часть министерства социальной политики и часть социальной службы государства. Мы хотим, чтобы все-таки работодатели и наемные работники понимали и делали то, что от них зависит, ну и не усложняя работу, может быть, из-за этого и усугубляются и кризисные явления, потому что неуплаченные финансовые санкции, они все-таки тяготеют над каждым предприятием и мешают и той же производственной деятельности, и мы всевозможные всячески стараемся, когда бываем на коллегиях и в городах, районах и на различных совещаниях, подчеркнуть еще раз, насколько важно своевременно уплатить, а не дополнительно потом изымать из оборотных средств предприятия и уплачивать штрафы. а тем более уже не говоря об уголовной наказуемости, тем более, что сам руководитель предприятия, он тоже будущий пенсионер, и как следует из опыта, из практики, тот же руководитель, когда зачастую, мы видим, особенно на предприятиях малого бизнеса, он ставит себя директором, но на какие-то полуставки, либо не декларируют вообще, считают, что ему, директору, это можно делать, он может так отчет сдать, бывают разные варианты, но когда наступает предпенсионный возраст, тогда мы отвечаем на множество вопросов, а что же можно сделать, там, осталось полгода для наступления пенсионного возраста, у меня не хватает столько-то стажа, можно ли мне доплатить, можно ли заключить договор о... есть такие вопросы, поэтому, ну, здесь, конечно, опять мы идем навстречу и разъясняем нормы законодательства, потому что гражданин законодательства Украины пенсионного, оно очень гуманное и позволяет восполнить те моменты недопонимания, которые были совершены на том или ином этапе, и все-таки эти доплаты сделать. Пришло много вопросов от наших читателей, давайте перейдем к частным вопросам. Николай Антонович задает вам такой вопрос. Предприятие, где я работал реорганизованно и руководитель поменялся, в следующем году иду на пенсию, необходимо ли мне предоставить справку о заработной плате за 60 месяцев? Хочу сказать, что по состоянию на сегодняшний день законодательством предусмотрено использование предназначения пенсии периода заработной платы полностью с 1 июля 2000 года по моменту выхода на пенсию в обязательном порядке, но до 1 января 2016 года будущий пенсионер может воспользоваться правом, это его не обязанность, он может воспользоваться правом предоставить документы за любую пятилетку, но при условии, если этот период подтвержден первичными документами. Здесь нужно смотреть, и если пенсионер побеспокоится о том, что эту справочку пока возможно архивы предприятия целы, пока они не переданы и не дай бог не утеряны, возможно у него были периоды с хорошей заработной платой, и поэтому их обязательно нужно просчитать, и если такая возможность им будет нами совместным просчетом будет найдена, то ею стоит обязательно воспользоваться. Если же такие периоды будут вести к снижению пенсионной выплаты, то в таком случае достаточно будет использовать период с 1 июля 2000 года. Мария Николаевна, положено ли в ней 10 пенсий при выходе на пенсию по возрасту как работнику частного детского сада? В данном случае хочу сказать, что данной пенсионерке будущей эта выплата не положена, потому что в силу норм действующего законодательства эта норма применяется только к данным учреждениям государственной либо коммунальной собственности. Виктория задает такой вопрос мне 21 год, я студентка Донецкого национального университета, в этом году закончила 4-й курс дневного отделения, получила степень бакалавра, собираюсь поступать на 5-й курс, чтобы получить степень магистра, получаю пенсию по потере кормилица, будет ли мне начисляться пенсия за время каникул в данном случае действующими нормами законодательства предусмотрено, что если ребенок студент продолжает образование в том числе и для получения другого я кто скажу осветнего ревня, то в таком случае за ним сохраняется право получения пенсии по потере кормильца на срок не более 4-х месяцев если этот студент будущий студент является круглым сиротой то в таком случае даже данная норма до 23-х лет сохраняется даже если он не продолжает учиться В ноябре этого года мне исполняется 55 лет могу ли я пойти на пенсию скажу у меня 30 лет с учетом периода ухода за веками здесь можно ответить положительно да этой нормой закона наша корреспондентка воспользоваться может потому что несмотря на то что действующим законодательством пенсионный возраст женщины увеличен до 60 лет но в переходный период там в зависимости от даты рождения возможно уйти в 55 лет когда именно наступает пенсионный возраст но здесь пенсионерка или будущая пенсионерка должна иметь ввиду что норма и закона это положение расценивается не как льгота а ну расценивается как более ранний выход по сравнению с законодательно установленным выход на пенсию и за период раннего выхода на пенсию с пенсионера снимаются определенные проценты так за каждый месяц раннего выхода на пенсию расчет делается исходя из 0,5% поэтому данная пенсионерка наш корреспондент она может посчитать сама что если это за два года например до выхода на пенсию это 24 месяца на 0,5% это 12% когда она придет за назначением пенсии в пенсионный фонд ей будет просчитана ее пенсия исходя из стажа и заработка то из этой суммы будет отминусовано 12% если это большее количество месяцев то большее количество процентов причем этот минус он не восполнится уже сколько человек будет получать пенсию даже когда ей исполнится 60 да это не восстанавливается то есть это минус мы очень много занимаемся разъяснением именно этой нормы потому что ну немножко не понимается женщинами нашими даже те которые работают те которые имеют стабильную заработную плату почему-то они стремятся воспользоваться этой нормой как льготой на самом деле эта норма она негативная мы видим что пенсионное законодательство меняется и мы склонны все-таки видеть перспективу положительных изменений они все равно понемножку но они у нас по мере возможности появляются и поэтому те женщины которые воспользовались нормами и дальними положениями они себе уже до конца своего пребывания на пенсионном обеспечении они уменьшают пенсионные активы на определенное количество процентов чем раньше вышло тем больше процент будет нанесоваться такой вопрос скажите пожалуйста учитывается или в трудовой стаж годы учебы в институте годы службы в армии и депресс на выпуск по уходу за данный стаж как годы учебы и служба в армии и декретный отпуск к нему к этим периодам нужно подходить с двух точек зрения по старому законодательству это до 1 января 2004 года и после 1 января 2004 года когда вступило новое законодательство по старому законодательству у нас все эти периоды и периоды обучения и периоды службы в армии и период декретного отпуска учитываются в сегодня раньше трудовой стаж сейчас страховой стаж после 1 января 2004 года у нас период обучения не учитывается он учитывается только в случае если лицо которое обучается на стационаре заключает с нами договор добровольного страхования только в этом случае периоды службы в армии если речь идет о срочных наших военных данный период включается в страховой стаж периоды декретного отпуска здесь идет если вести речь о периодах ухода за ребенком до трех лет он включается а периоды декретного отпуска по больничному они стали были внесены изменениям действующего законодательства и с июня месяца этого года они включаются в страховой стаж но как правило мы даем очень подробные объяснения и молодым людям для того чтобы они ориентировались особенно это касается тех кто долго учится вот период действия нового законодательства он немножко имеет особенность в том что он ориентирован на молодых людей которые но это является особенностью всего мира то что существует определенная оттяжка вступление в трудовой деятельности то есть трудовая книжка может у человека у ребенка у молодого человека не в 16 17 лет заполняться а тогда когда он закончит учебное заведение первой второй ступени многие учатся в училище потом пошли вуз обучились на бакалавра потом на магистра а некоторые остаются аспирантами и интернами учатся без отрыва от производства иногда родители способствуют этому и бывает довольно таки длительный период времени они не являются застрахованными в условиях действия нового законодательства это плохо почему потому что у нас существует кроме той пенсии о которой мы сейчас ведем речь пенсии по возрасту когда у человека все хорошо бывают пенсии и к большому сожалению по другим случаям пенсия по инвалидности и пенсия по потере кормильца и опять же особенностью нового законодательства является то что данная пенсия в зависимости от возраста назначается при обязательном наличии определенного определенной длительности страхового стажа и мы сталкиваемся в последнее время с такими случаями когда такого стажа нет и поэтому человек получив инвалидность и с наличием нетрудоспособности полных он не имеет средств к существованию кроме какой-то государственной помощи которую ему дает на сегодняшний день управление труда и социальной защиты согласно законодательству о лицах которые не имеют права на пенсионное обеспечение если можно два уточняющих вопроса правильно ли я поняла что люди которые закончили институт до 2004 года им входит год а после 2004 нет потому что у нас после 2004 года должны все понимать что у нас перестало существовать понятие трудовой стаж да добрый день да пожалуйста добрый день подскажите пожалуйста какого минимальный стаж для того чтобы можно было рассчитывать на минимальную пенсию минимальный стаж составляет 15 лет но в данном случае вы можете пойти на пенсию при достижении пенсионного возраста по закону и с 80 по 87 от обучения в дневном отделении института воруж я так понимаю да он входит в стаж но когда мы назначаем пенсию мы обязательно просим предоставление оригинала документа об окончании учебного заведения когда человек находится на учете в центре занятости до тех пор пока ему выплачивается помощь этот период входит в страховой стаж да ну вы должны я только что сказала что нет и у нас нормативный стаж увеличился на сегодняшний день обязательный нормативный стаж для мужчины составляет 35 лет а для женщины 30 вот почему да вы если у вас есть вопросы для более детального получения информации пожалуйста обратитесь в свой пенсионный фонд и вам все расскажут и сейчас я может быть с вашего позволения спасибо за звоночек положу трубочку и расскажу всем нашим зрителям о том каким образом вот выйти из вашей ситуации каким образом если не хватает сегодня страхового стажа поступить хорошо хорошо вот а вы послушайте спасибо за звоночек вот возможно еще у вас есть такие звонки я хочу остановиться как раз на том вопросе когда вот при увеличении у нас это увеличение произошло в 2011 году и как бы каждый человек который планирует свою трудовую деятельность он видит что у него нормативного стажа хватает а он у нас очень длительное время не увеличился был на самом деле у мужчины он был 25 лет а у женщины он был 20 лет и казалось бы стаж есть там 26 27 лет уже можно ну смотреть спокойно на свое пенсионное будущее но здесь когда произошло увеличение нормативного стажа возникает проблема что стажа не хватает и тогда можно воспользоваться законодательной нормой и она имеет двоякий характер если у человека есть периоды вот я как раз начала об этом говорить и зазвонил звоночек что с 2004 года страховой стаж не учитывается по трудовой книжке а учитывается при условии уплаты минимального страхового взноса что такое минимальный страховой взнос это произведение минимальной заработной платы на тариф отчислений в пенсионный фонд о тарифах мы с вами говорили минимальная заработная плата на сегодня составляет 1147 гривен это где-то 380 гривен если исходить из тарифа и у нас есть очень большая как бы часть нашей аудитории которые в свое время занимались предпринимательской деятельностью особенно это касается предпринимателей физических лиц которые были на едином налоге на фиксированном налоге и они уплачивая этот налог только определенную часть платили в пенсионный фонд единый налог 42% фиксированный налог 10% и если фиксированный налог составлял 100 гривен он не менялся на длительное время 10% это было 10 гривен то есть люди не давали отчет тому что проработав месяц он всего лишь навсего несколько дней может включить свой стаж и теперь когда начинают кто-то 10 лет простоял на рынке и теперь вместо 10 лет у него получается 2 года страхового стажа а остального не хватает то в данном случае он может воспользоваться нормой закона и осуществить доплату до минимального страхового взноса доплата делается по расчету органа пенсионного фонда по месту жительства и исходя из действующей на момент доплаты минимальной заработной платы расчет производится по такому принципу как я уже рассказала и в данном случае можно получить вот тот недостающий стаж для назначения пенсии если человек по какой-то причине просто не имел возможности работать некоторые люди по определенным обстоятельствам жизненным уезжали за границу ну на так называемой заработки кто-то работал опять по определенным обстоятельствам и не имеет подтверждения о работе то в таком случае законом предусмотрена норма которая позволяет человеку вернуться на те периоды но только в том случае когда он не был застрахован лицом у нас к большому сожалению и такие бывают моменты когда где-то работал он числился на работе но за него проставили нули отчитались нам в таком случае здесь можно рассматривать речь о доплате но когда человек не работал отсутствовал либо на территории Украины либо не имел никаких трудовых отношений сам не был предпринимателем он может заключить договор о добровольном страховании он может его заключить в том числе и с возвратом в задние ну в предыдущие периоды это нужно делать своевременно потому что после достижения пенсионного возраста мы такие договора уже не заключаем поэтому нужно заблаговременно посчитать эти периоды обратившись в пенсионный фонд и имея уже точный расчет вы можете с такой же точностью составить этот договор уплатить сумму средств и иметь право на назначение пенсии по возрасту вот например у нас конкретный вопрос у меня не хватает два года стажа как выйти из такой ситуации вот если не хватает два года стажа но здесь наш корреспондент не уточнил то ли ему не хватает по причине что он был предпринимателем и он платил очень маленькую сумму денег ему тогда нужно доплатить эти периоды либо он не работал вообще в таком случае ему нужно заключить договор о добровольном страховании но здесь ответ может дать только пенсионный фонд почему потому что в органах пенсионного фонда все знают ведется буквально с конца 90-х годов так называемая база персонифицированного учета где абсолютно все даже незначительные трудовые отношения зафиксированы и именно по высновку нашей базы персонифицированного учета она дает определение можно с этим человеком заключить договор на добровольное страхование для того чтобы он таким образом восстановил можно сказать свой страховой стаж параллельно не могут существовать и трудовые отношения и человек ну некоторым кажется что если я работал из-за меня работодатель не отчитался то я могу потом заключить договор добровольного страхования такого быть не может для того чтобы такие казусы избежать и здесь есть еще один такой принципиальный вопрос то ли доплачивать за 10 лет то ли доплачивать за какой-то незначительный период у нас есть очень удобная возможность для того чтобы отслеживать работодателя потому что как правило в коммерческих структурах бывают периоды финансовой состоятельности когда работодатель выполняет свои обязательства а бывает когда не выполняет к большому сожалению и бывает даже когда забывает декларировать бывает когда он делает это умышленно и поэтому чтобы этот период не был большим значительным для того чтобы его минимизировать у нас есть возможности две возможности чтобы иметь представление о всем периоде времени когда задекларирована какая сумма какой период входит в страховой стаж человек может один раз по месту жительства по заявлению обратиться в орган пенсионного фонда он ему дает распечатку эта распечатка заверена она отражает полностью те активы которые задержатся на его так называемых счетах персонифицированного учета и может также воспользоваться киоском ну так называемым автоматом который стоит практически в каждом управлении пенсионного фонда и имея карточку такой зеленой пластиковая карточка застрахованного лица выполняя инструкции которые размещены на этом автомате на экране высвечиваются абсолютно все данные которые касаются периода вот того периода на который мы переходим полностью с 1.07.2000 там он может просмотреть абсолютно все и заработную плату помесячно какая задекларирована в том числе бывают и такие моменты когда и предприятие государственное но может просто быть сделана ошибка потому что наши данные персонифицированного учета они отражают отчетность а не данные бухгалтерского учета поэтому если работающий человек он следит за этим и своевременно просигнализирует то работодатель может уточнить отчетность и своевременно исправить это будет очень большое подспорье нам и он себя обезопасит и будет иметь те пенсионные активы которые действительно отражают ту заработанную им заработную плату не поняла про эту пластиковую карточку вот допустим мне остается 15 лет до выхода на пенсию по возрасту я хочу сейчас проследить что у меня было там за все эти годы моей работы что мне нужно делать здесь я хочу вернуться к тому что мы неоднократно повторяли рассказывали всем людям у нас был период с 2004 года когда мы всем работодателям массово через работодателя каждому застрахованному лицу выдавали свидетство застрахованной особой оно салатного цвета небольшого размера заламинированное и выдавалось оно на основании анкеты которую заполняли опять же через работодателя и действующей нормой сегодняшнего законодательства я смотрю что у моего собеседника наверное такого свидетельства нет поэтому нормами действующего законодательства предусмотрено что такое удостоверение должно быть у каждого застрахованного лица и работодатель принимая на работу наемного работника вправе потребовать его а если такового не окажется то берется анкета в управлении пенсионного фонда заполняется и такое удостоверение свидетельства оно выдается вам и вы можете пользоваться этим автоматом для того чтобы отслеживать абсолютно все ваши доходы не только заработной платы все доходы которые где-либо независимо от источника были выплачены в ваш адрес так перейдем к следующему вопросу и если можно пока вы формулируете вопрос у нас на сайте пенсионного фонда украины установлен калькулятор пенсионной выплаты им многие пенсионеры пользовались и сейчас министерством труда разрабатывается усовершенствуется он называется так калькулятор пенсионной выплаты и каждому человеку интересно что же я буду иметь ну вот если я работаю буду иметь такой заработок такой стаж ну то есть это и нужно делать и поэтому вот когда с одной стороны вы знаете по своей трудовой книжке какой у вас стаж страховой если уплачивалось не меньше минимального страхового взноса знайте продолжительность своей трудовой или деятельности или страховой стаж в перспективе его нетрудно рассчитать и кроме этого с 1 января 2016 года мы будем пользоваться только тем заработком тем доходом который у нас вот именно в этом автомате и указывается то есть любой человек может зайти на сайт пенсионного фонда рассчитать в калькуляторе свою пенсионную выплату и ее уже корректировать осознанно то есть может быть и недочеты может быть те не совсем использованные возможности пенсионного законодательства а иногда низкий размер пенсии он и связывается с не до конца использованными возможностями то есть мог бы сделать но не сделал вот мог бы использовать там период льготной работы но не использовал почему потому что какие-то возникли обстоятельства либо на сегодняшний день утеряны документы но на момент выхода на пенсию они были но множество таких обстоятельств которые человек в силу объективно действующих на сегодня законодательных норм должен знать и в них ориентироваться мы их всегда рассказываем мы их всегда повторяем несмотря на то что они довольно таки просты но хочется чтобы в большей степени слушали и вникали и видели себя в этих законодательных нормах именно молодые люди потому что вот именно на них рассчитана вот эта трехуровневая система и если они сейчас редко задают вопросы я думаю что скорее всего о детках задают вопросы родственники мамы которые заботятся а студенты уже достаточно взрослые люди и молодые люди 20-летнего 30-летнего возраста они уже должны рассчитывать уже должны знать к чему они идут несколько вопросов от военнослужащих задает вопрос Елена добрый день Наталья Сергеевна моя мама вдова военнослужащего она хотела бы получать пенсию на дому что для этого нужно сделать куда обращаться в данном случае нужно обратиться в управление пенсионного фонда по месту жительства написать заявление о перемене способа выплаты и это автоматически будет сделано военные пенсионеры задавали еще такой вопрос что им обещали добавить 35% пенсии а добавили всего 30 куда девались эти 5% в данном случае в данном случае та норма та законодательное нормативное положение которое ведет речь военнослужащий она предусматривала увеличение пенсии до 35% оно делалось поэтапно и в данном случае у нас некоторые пенсионеры просто ну не всегда вчитывается и понимают что любая любая норма которая связана с повышением она все равно преломляется через пенсионное дело пенсионера на основании его индивидуального расчета и поэтому в данном случае когда происходят вот такие повышения и остаются вопросы мы как правило пенсионеру рассказываем именно технику расчета по его пенсионному делу поэтому если говорить в общем не касаясь частности данного пенсионного дела то можно ответить так что согласно расчета именно по его пенсионному делу получился процент не максимальный а что касается уже деталей то это можно уже сделать индивидуально по пенсионному делу к вам обращается сотрудник органов внутренних дел 1 июля этого года ему исполнилось 44 года общий страховой стаж составляет 26 лет из них 16 он служит милицией имеет ли он право на назначение пенсии за условный лет с учетом страхового стажа да у него хватает и общего стажа и хватает выслуги поэтому может игорь я работал на предприятие неполный рабочий день как можно доплатить чтобы не потерять стаж да здесь порядок доплаты уже сказан поэтому можно посмотреть какой стаж у него учтен а расчет по тем периодам где именно не хватает до минимального страхового стажа ему расскажут работники пенсионного фонда и оформят соответствующие документы для доплаты вопрос от Татьяны каким образом я могу проконтролировать свое предприятие на всю ли сумму вычисляется единый взнос здесь метод контроля уже тоже в общем я рассказала но у нас бывают такие случаи когда человек работает на частном предприятии существует определенная там степень доверия когда он ну опять это я уже перехожу на пояснение исходя из практики когда он расписывается в ведомости либо получает денежные средства каким-то другим образом на карточку и когда приходит в пенсионный фонд и сталкивается с тем что у него ничего не задекларировано то конечно же следует еще раз подчеркнуть что уважаемые наши слушатели или зрители те которые работают особенно в структурах негосударственных пусть вас не вводят и не усыпляют бдительность то что вы расписываетесь за хорошую денежную выплату в ведомости или эта выплата попадает к вам на карточный счет в любом случае самый главный и основной гарант того что ваша выплата попала в отчетность здесь же важно не только что ее предприятие выплатило и перечислило но она должна быть и включена в отчетность именно по вашей фамилии фамилия и реквизиты ваши должны быть правильно написаны она должна быть задекларирована внесена в электронную базу она очень может быть в ошибках у нас очень почему-то сохраняется большой процент ошибок мы постоянно над этим работаем и поэтому для того чтобы ваши индивидуальные данные вы уже четко знали что они достоверные что они корректные что они внесены именно в ту базу и готовы к применению и на основании их вы можете отслеживать достоверный свой стаж и заработок то в таком случае нужно пользоваться данными органа пенсионного фонда ну в двух опять же вариантах как я сказала либо согласно заявлению в этом нет ничего предосудительного либо карточкой вы пользуетесь либо вы пользуетесь написав заявление мы эти заявления все отрабатываем оперативно и обязательно выдаем все данные которые запрашивают наши работающие возможно ли узнать прошла ли оплата единого социального взноса по телефону только у карточки но здесь тоже это вопрос интересный дело в том что конечно мы стоим на пути большей максимальной компьютеризации мы стараемся всеми всевозможными методами приблизить нашу услугу и в том числе информацию к нашим застрахованным лицам и к работодателям но в данном случае по телефону та информация которая охраняется законом а это сведения которые касаются либо лица субъекта экономической деятельности либо застрахованного лица ни в коем случае по телефону мы не можем идентифицировать и предоставить такую информацию но у нас существует открытый и активизированный действующий так называемый веб-портал который действует кроме автоматов которые стоят в коридорах в стиллях наших управлений и этот веб-портал он ориентирован как раз на получение такой информации то есть но на этом веб-портале нужно зарегистрироваться то есть иметь код доступа и согласно этого кода доступа как страхователь то есть это либо предприятие определенные должностные лица либо физическое лицо тоже физическое лицо за себя он может также отслеживать платежи и отслеживать всю информацию которая его может заинтересовать как предприятие так и гражданин Маргарита Павловна задает вам вопрос такой отличаются ли сроки предоставления отчетности в электронном виде от сроков предоставления отчетности в бумажном сроки предоставления отчетности как в электронном виде так и в бумажном они определены законодательством и они не отличаются отличается конечно сервис о чем мы говорим и бесконечно напоминаем о том что отчеты сданные в электронном виде они у нас, сам алгоритм работы этой программы, он функционирует таким образом, что при наличии какой-то погрешности, какой-то ошибки, он не принимается системой, что наверняка делает безопасным хотя бы то декларирование работодателя или страхователя по причине того, что камеральная проверка этого отчета делается в режиме предоставления отчета. Если предприятие сдает отчетность заблаговременно, то какие-то погрешности, ошибки, система не принимая возвращать ему отчет, он их исправляет, и уже когда ему выдается корешок о том, что отчет принят, то он может быть спокойным о том, что камеральный отчет уже проверен, и здесь уже нет никаких к работодателю, к должностным лицам, нет никаких абсолютно вопросов. Когда отчет сдается в бумажном виде, здесь немножко ситуация другая, потому что если по формальным признакам отчет составлен на бланке действующем, он имеет реквизиты формальные составления этого отчета, имеет подписи, то есть не вызывает никаких сомнений в отчете, как в документе, то мы его принимаем без камеральной проверки. И в данном случае камеральная проверка может наступить, а человек принес отчет в последний день. И в последний день, как правило, у нас, ну, если я скажу 50%, то, наверное, сдают 50%. Естественно, камерально проверить мы не можем эти отчеты, и они уже подлежат камеральной проверке после срока. И если какая-то возникает ошибка уже в цифрах, а за все данные, которые декларируются работодателем, отвечают должностные лица. И в таком случае, к сожалению, бывают и неприятные моменты, когда существуют ошибки, которые влекут и неправильное перечисление платежа, задекларировали неправильно, ошиблись в знаке. И, естественно, перечислили сумму денег меньше. И тогда возникают финансовые санкции, что очень неприятно. Поэтому в данном случае сдача отчета в электронном виде – это не просто дань моде, это не просто показатель, может быть, какой-то сознательности или состоятельности плательщика, который компьютеризирует труд финансовый, кадровый и так далее, служб. Но это и, можно сказать, что тот правильный, единственно правильный алгоритм работы, который делает ее безопасной и минимизирует риски, которые приводят к каким-то ошибкам в декларировании, к потолку финансовым санкциям. – Последний вопрос от наших читателей Николай Петрович задает. – Я частный предприниматель, работаю сам, не привлекая на ее труд, в связи с тем, что сейчас так часто меняется законодательная база, где можно ознакомиться с новшествами. Все-таки предупрежден, значит вооружен. – Данный предприниматель, опять очень актуальный вопрос, он у нас так подстрочно звучал на протяжении всей нашей, прямой линии, но в то же самое время хочется еще раз подчеркнуть, что у нас есть организованный предприниматель, и мы стараемся максимально работать с организованным страхователем. Что это значит? Мы работаем с финансовыми службами, как мы уже сказали. Когда идут новшества, у нас идет череда семинаров, мы обязательно их собираем. Когда идут новшества, какие-то существенные изменения законодательства, мы собираем кадровые службы. То есть мы охватываем. Как правило, организованный страхователь – это предприятие с большим контингентом работающих, и они у нас даже при сдаче документов для назначения пенсии мы работаем не с лицом, а работаем с кадровой службой. И поэтому в данном случае это наиболее опять оптимальный, наиболее качественный характер взаимодействия. Но у нас есть и такие тоже наши страхователи, они нам дороги каждый, мы хотим донести до них информацию каждому. И здесь первое, что хочется сказать, что вся исчерпывающая информация находится на нашем веб-сайте. Набирайте любое ключевое слово, вы откроете главное управление пенсионного фонда в Донецкой области на русском языке и на украинском. Этот сайт дублирован в удобном вам формате, вы смотрите информацию. И то, что вам непонятно, кроме того, что я сказала, что есть информация по всем абсолютно вопросам, кроме всего, есть информация организационного характера, которая дает и адреса, и номера телефонов по тем подразделениям, если человек дистанционно смотрит. И кроме этого, у нас есть возможность через наш веб-сайт задать вопросы. То есть остался вопрос. И мы, кроме очень большого количества посещений на веб-портал, у нас за первое полугодие 150 тысяч посещений. Это, конечно, меньше, чем в прошлом году, учитывая, что кардинально наше законодательство не менялось. В прошлом году мы вообще били все рекорды. Но и много посещений, которые сопровождаются вопросами. То есть, ознакомившись с законодательством, человек уже конкретизирует вопрос. А как? Вот именно вот имея то-то, то-то, можно ли это сделать? И у нас есть определенный ветвь нашего документа оборота в администрировании документа оборота, который сразу же снимает в режиме реального времени эти вопросы. Они у нас зарегистрируются, и человек получает официальный ответ. Несмотря на то, что ответ идет на электронную почту, его подписывает обязательно руководство. И в данном случае этим ответом уже можно пользоваться как официальным документом, разъясняющим вот ту конкретную ситуацию, которая у работающего, у пенсионера, она возникла. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто задал вопрос. Спасибо. Спасибо.